Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная кулинария. Сейчас я буду рассказывать, как я готовлю те суповые заправки, которые я готовила, заготавливала осенью и показывала вам. Сейчас я буду рассказывать, что я из них готовлю и как их можно применить. Вот сегодня 1 декабря, на улице уже холодно и все вот эти суповые заправки, горячие первые блюда, они очень нам нужны, пригодятся. Сейчас я поднялась с подвала, где я осматривала свои запасы, там очень холодно, всего 7 градусов, и я сварила себе похлебку. Похлебку на основе фасолевой заправки. Это очень полезное, очень вкусное блюдо. Сейчас я расскажу все нюансы. Я в конце видео, в описании к видео скину ссылку, кто не видел, как я делаю заправку, делается она очень просто. Там все, что есть в огороде, я туда употребляю. Иногда, вот в этой, например, у меня тут и перец болгарский, и томаты, и лук, и фасоль, и все-все-все. Вот эта банка попалась без перца болгарского, вероятно, его еще не было, очень мало его там, но это не важно. Я готовлю двумя способами. Вот открываю, например, банку, себе готовлю похлебку, всем остальным готовлю суп. Чем отличается похлебка и суп? Но если мы посмотрим, ну в каком-нибудь словаре, или может быть так, кто знает, это пришло к нам из старорусской кухни, похлебка, это суп без мяса, только овощной. То есть, у меня здесь ничего нет, его нельзя ни на мясном бульоне варить, ни на костях, ни с фрикадельками мясными. Я просто наливаю в кастрюлю пол-литра воды, добавляю 2 ложки, вот видите, вот это фасолевой заправки. И иногда добавляю 1 ложку лечо, если мне хочется. Если не хочется, могу не добавлять. Лечо добавляю просто для того, чтобы было поароматнее, повкуснее. У меня лечо в этом году, я делала 2 видов, один такой кисло-сладкий, другой вот острый, с перчиками, видите, написано остро. Добавив туда лечо, я как бы, ну вношу разнообразие, можно один раз добавить, другой раз не добавить. Всё, всё это как только закипело, я снимаю, всё посыпаю зелёным луком, лук тоже растёт на окне. Всё это мои собственные продукты, собственного приготовления. Всё это свежее, вкусное, без уксуса, без каких-либо добавок. И так как приготовлено совсем недавно, месяц или два назад, конечно, всё это полезно. Вот такую похлёбку я варю себе. У нас все знают, что фасоль может заменить мясо вполне. Оно очень питательное, фасоль, и она очень полезная. Редко её применяем, потому что варить долго. Поэтому всегда варю заправки, чтобы можно было приготовить супчик быстро. Не супчик, а похлёбку. Остальное вот это, что остаётся, на общий стол с мясными или с кусочками мяса, или с фрикадельками из фарша, или с банкой тушёнки, добавляю картошку, добавляю мясное и вот эту заправку. Всё, также вот в этот суп фасолевый я могу в конце добавить 2 ложки лича, могу не добавлять. Суповые заправки это очень быстро, это очень вкусно, это полезно для нашего организма, потому что это всё выращено своими руками. Мы знаем, что мы ничего плохого туда не добавили. Организм, вот зимой будете, если свои овощи, вот эти заготовки кушать, конечно, организм оздоравливается, надо вытеснять продукты такие, более полуфабрикаты из магазинов. Ну всё, вот это вот у меня фасолевая похлёбка, которая сейчас во время диеты огородника меня очень выручает. Всё с огорода, всё своё. До свидания.